Библейский портал экзегет.ру представляет 61-й псалом. Наша лекция проходит сегодня в храме новомучеников-исповедников Церкви Русской Московского Срединского монастыря. Как и обычно, они записываются в Срединском монастыре, а публикуются на портале экзегет.ру. Предыдущий 60-й псалом начинался с вопля о помощи, а это 61-й. Напротив, дышит атмосферой непоколебимой веры в Бога. Блаженный Августин в свое время говорил о том, что душа человека беспокойна, пока не обретет покой в Боге. Этот псалом передает нам настрой вот именно такой души, которая обретает в Боге покой. Это поэма, не плачь и даже не молитва, а личное свидетельство о том, что полностью можно полагаться только на Господа. Структура псалма следующая. Псалом начинается со слов «доверие Богу», который сравнивается со скалой, твердыней, убежищем. А потом следует осуждение лжецов, которые пытаются оказывать давление своим влиянием. Затем автор повторно описывает свою веру в Бога, характеризуя его как «моё спасение и слава». Далее он дает своему народу совет не полагаться на людей, которые кичатся своей силой или неправедно добытым богатством. Псалом завершается третьим обращением к вере в Бога, у которого сила, милость и воздаяние каждому по делам его. Последние стихи псалма соответствуют назидательному стилю книги-притч. Поэтому неудивительно, что некоторые относят данный текст к жанру литературы мудрости. Как и 38-й псалом, данный текст надписан словами начальнику хора и дифуму. Рассмотрим детальнее теперь уже стихи псалма. Первые же слова, псалма «только в Боге» являются красноречивым свидетельством о личном доверии Богу. Частическо «только» ав, конечно, подлинно, повторяется в начале 2, 3, 5, 6, 7 и 10 стихов. То есть постоянно на протяжении этого текста мы встречаем это слово «только, только, только». И тем самым подчеркивается убежденность автора. Только Бог, только Бог, только Он, только на Него, только через Него. В Нем в Боге душа обретает покой и тишину. Он и только Он, моя скала и мое спасение. Я более не поколеблюсь, значит, с Ним я не потерплю крушения. Если буду падать, не разобьюсь, ибо Господь поддерживает меня за руку. Хотя в следующих, 4-5 стихах автор называет себя не царем, а просто человеком, однако по всей видимости он является человеком как минимум высокого положения. Он стоит на ногах крепче, чем те, которые на Него напирают. Используя ложь и коварство, они хотят подорвать его репутацию в обществе. Не стесняясь лицемерного признания, в своей преданности устами благословляют, а в сердце своем клянут. Враги псалмопевца пытаются уничтожить его, «Повалив его на землю, как падающую стену или шатающийся забор». После 5 стиха делается музыкальная пауза, о чем свидетельствует непереводимый значок села. Далее, в 6-8 стихах, как и во 2-3, псалмопевец говорит о своей уверенности в Боге. К сказанному ранее добавляется мысль, что не только спасение, но и сама слава зависит от Бога. При этом здесь слава, скорее всего, значит общественная репутация. Тезис, выраженный в существительных «твердыня», «убежище», «крепость силы моей» усиливается глаголом «не поколеблюсь». Даже там, где в русском языке употребляется абстрактное существительное «упование», в исходном тексте стоит совершенно конкретное указание на еще один тип убежища, который мог быть шатер для защиты от непогод и дождя. Или, что чаще, грот, пещера в расщелине скалы. Затем, в 9-11 стихах, псалмопевец обращается к народу, возможно, к своим товарищам в храме, и призывает их изливать перед Богом свое сердце. Изливать сердце, по-другими словами, это рассказывать Богу о своих бедах, желаниях, надеждах. Музыкальная пауза после 9-го стиха, обозначенная также значком «села», побуждает молящихся в храме задуматься над словами псалмопевца. «Помощь от людей непрочна, потому что все люди великие и малые, богатые и бедные, они слабы и ненадежны». Суета, буквально дыхание, вот как человек выдыхает воздух, выдыхает. Здесь за понятием «суета» стоит вот такой образ дыхания, выдоха. «Суета и ложь» — вот характеристика сынов человеческих, в которых нет прочного основательного фундамента, основанного на камне. Их сдувает порывы ветра, поскольку в них нет глубокого корня. Во второй половине 10-го стиха используется выразительный образ пары весов. На одной чаше, на одном блюде размещены обе категории людей, высокого и низкого ранга. А на другой чаше весов гиря, и чаще всего такой гирей был камешек. И вот эта гиря была предназначена для измерения веса. И те, и другие люди вместе взятые, богатые и бедные, они легче, чем камешек. Камешек перевешивает. И те, и другие, они буквально легче пустоты. То есть они по-другому ничего не весят. И опираться на них бессмысленно, они легче воздуха. «Бесполезно умножать богатство путем вымогательства и грабежа». 11 стих является отрицательным эквивалентом тому побуждению надеяться на Бога, который выражен в 8 стихе. Слово, переведенное на русский как «грабительство», означает присвоение чужого имущества с использованием силы и угрозы. Полагаться на грабеж, значит, тешить себя пустыми надеждами. За русским словом «тщеславьтесь» снова стоит это «дыхание» со значением «пустота», которое, как мы видим, с разных сторон обыгрывается в данном псалме. Греческий перевод «не вожделевайте воровства» усиливает характер тщетности в приобретении имущества незаконным путем. Буквально я бы перевел бы «не надейтесь на беззаконие», «не полагайтесь на беззаконие». Слова «когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце» «являются прописной истиной, как для мудрости Ветхого, так и Нового Завета. Надеющийся на богатство свое упадет. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои», повторяется снова и снова в книге «Притч». «Упрекая безумного богача, который собирался запастись добром, сложить его в свои житницы на многие годы, чтобы есть, пить и веселиться, Христос предупреждает его о внезапности прихода смерти. Безумный, всю ночь душу твою возьмут, буквально в славянском языке очень хорошо употребляется этот образ, и стяжут из тебя, то есть буквально по-гречески будет «вырвут из тебя твою душу». К кому же останется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает себе сокровища, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки. Последние две строки псалма – это пример семантического параллелизма, основанного на принципе динамического перемещения ключевой идеи от первого ко второму тезису и обычно с усилением значения второго тезиса, то увеличение числа от единицы до двойки, которое обозначено в первом тезисе данного параллелизма, влияет на парное утверждение во втором тезисе данного двустишья – от силы до милости. Следовательно, ключевая идея 12-13 стихов развивается так. «Бог сказал, что Ему принадлежит сила, власть. Но важнее то, что Он же сказал, что Ему принадлежит милость». Здесь еврейское слово «хесед» лучше было бы перевести не «милость», но «непоколебимая любовь». Такую игру слов, как в данном примере «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я» можно назвать еще числовой пословицей. Такие числовые пословицы – это излюбленный поэтический прием для автора книги «Притч», который, играя числами, побуждает читателей задуматься над этикой своего поведения. Ну, приведем характерный пример, чтобы вам эту теоретическую часть дать возможность лучше усвоить. Пример из книги «Притч». «Вот шесть, что ненавидит Господь, и даже семь, что мерзость душе Его». И дальше вы можете посчитать, сколько. «Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь неповинную. Сердце кующее злые замыслы. Ноги, быстро текущие к злодейству. Лжесвидетели, наговаривающие ложь и сеющий раздор между братьями». Так числа играют второстепенную роль, а ключевую роль играет тот смысл, который легче запоминается благодаря этой игре чисел. Урок, который преподносит нам мудрый псалмопевец, в эпилоге своей, в эпилоге поэмы такой. «Бог сказал всего одно слово, а я вывел из него для себя два урока. Бог сказал однажды, а я дважды для себя, чтобы лучше запомнить, повторил». Высший урок заключается в том, что в Боге не только сила, но и любовь. Людям присущи оба этих качества – сила и любовь. «Но в меньшей мере, чем Богу, наша сила и наша любовь улетучиваются при сильных физических или душевных потрясениях. Бог единственный, кто обладает прочным основанием. И Он может дать прочное основание, камень, краеугольный, опору для сынов и дочерей человеческих. Этим основанием для прочно-общественной жизни является следующая прописная истина. В соответствии с поступками людей Бог воздаст каждому по делам его. Эта истина красной нитью проходит не только через данный псалом, но и через всю книгу-притч и через послание апостола Павла к римлянам, где эта мысль цитируется. Видите, какова этика Ветхого Завета? Ничто не потеряло актуальности в наши дни. Абсолютно ничто. И поэтому, когда мы говорим о новозаветной этике, то нередко мы не просто встречаем повторы в словах Иисуса Христа и у апостола Павла одних и тех же мыслей, но еще их усиление и, надо сказать, еще более строгие принципы. Так что этика Нового Завета — это не этика расслабленных лиц, которые говорят, что то было, понимаешь, в Ветхом Завете жестоко и грубо, «Око за око и зуб за зуб» или седьмая заповедь «Непрелюбодействуй». У нас сейчас другие времена, мы по-другому смотрим на мир и так далее. Но Христос ведь вводит более суровые правила. Вы слышали, что сказано древним «Непрелюбодействуй»? «А я говорю вам, что всякий, смотрящий на женщину с вожделением»… И понятно, что здесь вопрос не гендерного неравенства. Эта поговорка зеркально относится и к другому полу. Всякий, смотрящий на мужчину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Так что в устах Иисуса Христа правила этики еще более серьезные. Или вы слышали, что сказано древним «Рака» или кто-то говорит «Пустой человек, он принадлежит Синодриону». А я говорю, что он уже геене огненной принадлежит. Так что страшно впасть в руки Бога Живаго. За всякое праздное слово мы дадим ответ пред Богом. Так что «блюдите, як у опасно ходите». Вот такая славянская фраза. Итак, дорогие друзья, в данном псалме подчеркну уверенность псалмопевца в Боге, который ничего не боится. Он постоянно повторяет эти тезисы «Бог моя крепость, прибежище, сила, непоколебимая опора» и указывает нам на тщетность, суетность и пустоту надежд на богатство. Особенно на богатство, приобретенное неправедным путем, незаконным путем. Отсюда и понимание наше того, что значит «не заботьтесь о завтрашнем дне, но завтрашний день позаботиться сам о себе». Это не означает, что мы не имеем права выстраивать какие-то бизнес-планы, заниматься тайм-менеджментом. Это сейчас в деловой жизни просто необходимо. Но речь, когда мы толкуем слова «не заботьтесь о завтрашнем дне», идет о прилиплении человека к богатству, когда само имущество и финансы порабощают человека, и уже не они ему служат, а он им. Итак, суббота для человека, а не человек для субботы. Работа для человека, а не человек для работы. И, к сожалению, это порабощение работодателям работников. Русское слово «работа» имеет корень «раб», вполне соответствует тому, как сейчас у нас строятся порой отношения, особенно в коммерческих учреждениях, где хозяин, сейчас так часто называют директора фирмы, в 90-х годах его могли называть шеф или патрон, разные были слова, а сейчас это хозяин, не просто начальник или управляющий, который должен тоже помнить, что то, чем он владеет, это собственность бога, которая дана ему в пользование. Он же себя считает владельцем имущества, хотя природа, все, что вокруг нас, это богом создано было для него, а не для того, чтобы мы это уничтожали и забрасывали мусором. Так вот, выжимает работодатель соки со своих работников, и человек приходит домой истощенный, срывается на своих ближних, и уже любимый муж служит не объектом любви, а антистрессом, то вот грушей, как в Японии, которую можно избить сковородкой, чтобы полегчало на душе. Вот, это неправильный подход. Я уж вам приводил, наверное, старую еврейскую байку про одного раввина, но если не приводил, тогда повторюсь. Студенты меня упрекают, что я периодически им пересказываю какие-то талмудические истории. Надеюсь, что вы не будете меня в этом упрекать. Вот, равв идет домой. Я, по-моему, уже это говорил. И перед тем, как переступить порог своей квартиры, поправляет пиджак, рубашку, чистит обувь, предусмотрительно с собой носит щеточку, гаталин и так далее. Прихорашивается. А его спрашивают ученики, слушай, а что ты так наряжаешься-то перед тем, как переступишь порог дома? А он говорит, ну, потому что я домой иду. Вот я домой иду, я ведь возвращаюсь к себе домой, поэтому я украшаюсь. Ну, хоть как простая вещь такая бытовая, у нас ведь все наоборот. Вот, спешит жена на работу, макияж нарисовала, одежду подобрала, обувь перед зеркалом 10 раз покрутила, вот, собралась духом, все, побежала, чтобы приятно выглядеть перед начальником. А возвращается домой, жена, муж разбитые, уставшие, уже с ноги открывает дверь, швырнула сумку, бросила одежду, пошаркала на кухню. Какой там макияж? Какой там чего? И муж в порванных трусах, который штопал год назад, тоже примерно распустил свое брюхо, гуляет, в чем мать родила, по квартире. Не для того, чтобы показать свои 6 кубиков на животе, это у него было лет 20 назад, для того, чтобы, наверное, вызвать к себе отвращение своим внешним видом. А как должно быть? По-другому же должно быть. А почему у нас все измены сейчас совершаются? На работах. А потому что мы угождаем своим работодателям, хозяевам, вместо того, что своим супругам угождать. По идее, это все должно быть наоборот. Без 5-6. Посмотрела на часы. В 6 я уже вылетаю с работы. Все дела закрыла, компьютер выключила и приучила всех своих коллег, что все, в 6 звонок, как в школе на уроке. Попробуйте детей после звонка последнего остановить, удержать их в классе. Невозможно. Поезд легче остановить, чем детей после последнего звонка. Вот так, по идее, должно быть у нас. И как стрела домой просто. А за 15 минут до выхода с работы достала мобильник, включила зеркало, посмотрела. Красиво я выгляжу. Красиво. Почистила обувь. На работе можно щеточку тоже припасти. Поправила блузку и к своему королю на прием домой. И тогда король тоже будет как принц выглядеть, а не как тряпка половая. Которым еще и потом пол вытирают и говорят ему, что а ты же тряпка. Сама его как тряпка использует, а потом ему и говорит, а ты же тряпка. И он в соответствующее отношение. Ну раз я тряпка, значит я тряпка. Все. Это, конечно, к вам никакого отношения не имеет. Это про чужих людей я говорю. Просто с улицы. Таких людей здесь нет, я уверен. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,